Всем привет, дорогие друзья! Это новая серия, и она необычная во всем. Помимо того, что за моей спиной стоит тренджровер, о нем я расскажу чуть попозже, давайте поговорим с вами о предыдущих событиях. В предыдущем ролике я попросил у вас проявить максимальную активность. Наш канал попал в теневой бан. И как бы ютуб не открещивался, что этой штуки не существует, она все-таки есть. И я увидел один очень любопытный комментарий, где человек написал, типа, а нам за это что? Я подумал, блин, а реально, вы же активничаете. Помимо того, что мы делаем контент, чтобы вам было интересно наблюдать за нами, я подумал, что хочется сделать для вас еще что-то. Я придумал, я придумал целую рубрику конкретно для вас, дорогие друзья. Ну давай, нам всем будет очень интересно узнать, что ты хочешь сказать. У меня есть 50 тысяч рублей. Мы сейчас купим какой-нибудь автомобиль, который достанется одному из вас. Но, как только выйдет эта серия, один лайк, один рубль. Таким образом, мы сможем делать так, чтобы наш канал рекомендовался на ютубе. У вас появляется возможность забрать автомобиль, который начальная стоимость 50 тысяч рублей. И один лайк, один рубль мы прибавляем к стоимости автомобиля, который следующий вы получите. Вот вопрос теперь, Маратик, к тебе. Я только сейчас об этом подумал. Один лайк, один рубль? Мы комментарии, подписки считаем? Я думаю, да. Ну, пилотный выпуск можно попробовать, если... Я боюсь, мы можем разориться как бы в моменте. Ну, мы посмотрим. Хорошо. Только вот давайте сейчас устанавливаем правила на следующий ролик. Один лайк, один рубль. Одна подписка, один рубль. Один комментарий, один рубль. Все рубли, которые мы собираем вашей активностью, я прибавляю к стоимости 50 тысяч рублей стартового автомобиля. И следующая тачка, которую вы получите. И, конечно же, региона. Вы тоже участвуете, потому что сейчас вы увидите, как мы разыгрываем машину здесь, в Москве. Но потом я придумаю, как это сделать в соцсетях, чтобы следующий автомобиль достался любому человеку с любой точки мира. Заинтриговал чертяка. Вы выигрываете, я выигрываю. Вы получаете автомобили за вашу активность, потому что а нам что? А вот вам что? Вот мы придумали вот такую рубрику. И, конечно же, это легендарное возвращение ваших любимых ведер. Плюс ко всему, у вас есть огромное поле, как минимум до следующего ролика, правил, потому что Маратик разрешил. Один лайк, один рубль. Один комментарий, один рубль. Одна подписка, один рубль. Если учесть, что наш канал смотрит вот такой процент людей без подписки, вы примерно можете посчитать, сколько будет стоимость следующего автомобиля. Лайки ограничены, если у вас только не 10 аккаунтов, но тоже ограничены. Комментариев неограниченное количество можно оставить. И вы получите тачку за ту стоимость, которую вы заактивничаете. А наш канал благодаря этому будет расти. Раз в месяц будем выпускать такую рубрику. Она никак не повлияет на какие-то другие наши сторонние проекты. Но таким образом мы сможем наш канал вывести на новый уровень. Ребята, полетели. Так давно я не был в этом разделе. Что тебе смеет? Прикинь, сколько мы сейчас приветов передадим из этой машины. Citroёn ZX Aura. На условном ходу. Но, к сожалению, первый запуск по непонятным причинам. Только по трактирам. Тяжело и долго заводится. Кузов оцинкованный. Вот это входит в оцинковку кузова. С виду страшно. А так ерунда. Давай мы вот эту машинку пока вызбранную добавим. Она тяжело заводится. Ну, на ходу же. Даже на зимней резине, между прочим. Словно он написал. Но на зимней резине. Ой, куда это ты потекла, родная? Вот сейчас все, кто смотрит этот ролик, у всех трясутся коленки. Потому что эта машина может достаться каждому просто по поводу и без поводу. Еще раз, типа, это не какие-то, ну, там, не будет такого розыгрыша, как розыгрыш. Это просто кто-то получит машину. 50 тысяч рублей. Машину найти невозможно. В какое время мы живем? По-моему, первый Citroёn был самый нормальный. Дизельный? Citroёnчик? Ну, может, за ним поедем? Ну, а какой привод? Передний. Маратик топит за пацанов, чтобы мы в заднем приводе сейчас долбанули, да? Вот, Гольф. Бодрый? Ну, да, в бочину чуть битый. Вопрос. Если без головной боли за полтинник отдадите машину? Знаете, чуть позже я вот на WhatsApp напишу, если ориентируюсь просто. Но машина мне используется как средство передвижения на работу. У меня большой вопрос. А зачем выставлять машину на продажу, если ты не собираешься ее продавать? Ну, он сказал, что он не ожидал, что столько много начнут звонить. Ну, а столько много... Но, с другой стороны, он как бы должен к этому быть готов, если он выставляет. Ну, что в любой момент машину купят. Да, конечно. Вы не готовы все! Я на вас сейчас на всех смотрю! Вы не готовы! Я думаю, вы были крайне удивлены, когда вы сейчас увидели ранжровер, потому что он готов, его починили. Не хочу вспоминать об этих временах. Ребят, никогда не попадайте в ДТП. И тем более, всегда оформляйте страховку. Причем, ОСАГО, окей. ОСАГО, я всегда застрахован везде по ОСАГО. Но у КАСКО есть ряд преимуществ. И КАСКО и ОТИНКОВ страхование для вас, если вы хотите избежать огромного удара по бюджету при ДТП. Не хотите ненадолго оставаться без машины и вернуться к нормальной жизни, если вдруг произойдет ДТП. Хотите защитить свой новый красивый автомобиль, когда находитесь в более рискованной ситуации, чем обычно? Хотите чувствовать себя уверенно и не беспокоиться о каких-то возможных повреждениях, если вы едете на своем автомобиле на дальнее расстояние? Хотите чувствовать себя так, как будто ДТП не произойдет, когда вы едете на своем автомобиле? Да-да-да, да-да-да-да, ты правильно, 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 совершенно верно. Основные преимущества заключаются в том, что направление на ремонт всего за один час, ремонт стекол, зеркал и фар без справок. Не тратьте свое время на поездки в офис Все заявления и документы можно подать онлайн Поддержка 24 на 7 И скидка 30% для аккуратных водителей Для клиентов Тинькофф Кэшбэк 10% с сервисами Тинькофф Про Или премиум А по моему промокоду, который видите на своих экранах Дополнительно 10% Акция действует до 31 декабря Так что даже если вам сейчас сказка не нужна То скриньте и успевайте оформить по промокоду Все ссылки находятся в описании И помните, дорогие друзья, упрощайте жизнь вместе с Тинькофф Страхование Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Смотреть надо, кому как. Ну, по-моему, она стрёмная книжка. За честность спасибо. А в чём стрёмность заключается? Она там гнила, и она мразь прям, типа, или как? Ну, значит, у неё, короче, дно. Порогов вообще нет, их просто нет. Они не то, что гнилые, они отсутствуют. Плюс она там кондурас-окрас. Кондурас-окрас? Да, ну, там, тут один цвет, тут друг. Ну, короче, она как голубая, ну, короче, зебра. А, а, голубая зебра, понял, так. Да, да, морда такая, конечно, тоже там. Прикольно у неё. Я могу вот приехать, сесть в неё и поехать? Спокойно, да. Ну, ладно, готов рискнуть, вот, но тогда такой вопрос. Вот, она стоит 55 тысяч рублей. Ну, вот, чисто за честность, вот, за полтинничек забрал бы. Ну, давай за полтинничек, да, давай. Поскольку сейчас на ролике ноль лайков, это вообще первый ролик, ну, извините, ну, полтинник. Ну, какая машина есть, такая и будет, как бы. То есть, ну, дальше уже вы поймёте, что, если хотите машину лучше, нужно что? Активничать. Мы приехали за той самой Бестией. Мы ехали почти 4, сука, с половиной часа. Мы стояли в пробках. Я сейчас прикладываю два скриншота. Обратите внимание, что мы стоим на одном и том же месте. Обратите внимание, что изменилось время больше, чем, ну, примерно, на полчаса. А осталось ехать столько же. Что, у нас тут машинка стоит, пацаны уже ждут, что пойдём. По телефону многие не поняли, но сейчас, я думаю, всем станет понятно, почему это зебра. Мы сейчас, конечно, уже запихнём в свои руки самые гнилые места этого автомобиля, я уверен, они есть, да? Конечно. Тебя как зовут? Алексей. Алексей, мне Гриша зовут, очень приятно. Маратик, встречай, шаха. Рассказывай, что за бричка? Где взял? Не угнал, надеюсь? Не, не угнал, бричка, огонь. О, песня началась, слушай. Песня спортивная. Так. Руль спортивный. Да, всё. Система безопасности. А какая? А, вижу, на торпеде там. Да, да, да. И сейчас перейдём к кульминации. Так. Значит, здесь стоит легендарный мотор, один GZ-GTE. Ага. Это сколько котлов там? Много, короче. Понял. Вот у Toyota, всё. А, в натуре, слышишь, смотри, это же реально GZ. Видишь, Марат? Ой, сломал. Ну ладно. Ну ладно, всё. Ну, короче, Toyota. Понял, Toyota, схематор. Вот, значит, шина... За полтинник Toyota, схематор, нормально же? Тут вот есть нюансы, конечно, по морде. Человало здесь бордюры, столбы, Lexus. Не девственница уже? Ну, конечно, не девственница. Что такое? Lexus? Lexus, да. А почему? Зачем? Ну, Lexus выехал, тормоза не нажал, наверное, и вот прилетел куда-то. Он не нажал или ты не нажал? Он не нажал, слава богу. Если бы я не нажал, я бы отдал квартиру. О, повезло, повезло. Вообще, это ролейный экземпляр. Значит, здесь у нас спортивная гоночная губа. Ой-ой-ой, а это из забора сделано? Из забора, правда. Где-то вот из этого, да, типа? Прикреплена на гоночные саморезы. А мне очень нравится крепление, что саморез просто к херам воздух как бы вкручен. Ну, именно вот здесь, здесь согласен? Да, для аэродинамика. Резина с лики, ну, как с лики такие, с кордом. Интересное решение. Ну, подожди, с лики это спереди, ты говоришь, а сзади-то они какие-то зимние вроде бы. Сзади, конечно же, установлены зимние колеса. Это мы еще хорошие поставили. Слушай, так как тут нет. Ну, было хуже. В смысле, хуже? Куда хуже? Ну, корд торчал. Подожди, это, ну, у меня, слушай, я живот рукой провожу, она у меня даже, ну, не цепляется нигде. Так, резина еще походит, отличная вообще, нотки. Так, здесь она новая, по-моему. Здесь новая, отличная резина. Так, а ты говоришь, что она зебра. А, я вижу. Зебра, она, гоночная окраска у нее, значит, вот здесь, здесь, здесь. Так, крылья вообще не в цвет. Но это плюс к лошадиным силам было сделано? А шильдика нам говорит, что здесь полторы тысячи сил. Ну, GZ как-никак под капотом. Ну, естественно, конечно. Также покраска, видно, производилась вымелыми людьми. Закрашены бамперы, ну, сразу. Не, ну, это, особенно, они просто, когда красили вот здесь вот крыло, они такие, ну, бампер тоже. Конечно, конечно. Живет машинка. Масло или бензин, о чем речь? И то, и то. Масло, бензин, антифриз. Все, что в нее льешь, она ее съедает. Я считаю, что это ваша определенная выбор, и вы должны ее взять. О, слушай, он рекламирует, прям как на телеке. Да? Пороги имеются? Пороги? Нет, знаете, на самом деле здесь примерно гениально. Облегченная версия. Они тут не нужны, наверное, да? Нет, они не нужны, это же гоночный автомобиль. Облегчение максимальное, Марат, я хочу возобновить одну рубрику, которую давно очень не делал. Вот, то есть тут видно, да? Да, да. Все, можно нормальный такой плотный привет передать. Привет, ребята. Гениальная переварка дна. А что ты рассказываешь-то, подожди, давай я посмотрю. Я вот так вот, да, ладно? Ну, просто. Конечно, конечно. Е! Это же твое решение было. Это решение нашего главного конструктора, сварщика. Ага, понял. И как сварщику дела? Ну, нормально, учится пока. Какое-то даже у него вроде образование есть. Хотя, Марат, сувенир. На память. На память. Хорошо, спасибо. Все, что можно здесь, ну, естественно, залеплено пластилином. То есть вот такая вот дверь. А, это прям пластилин. Да, это интересная технология. Это гоночный пластилин. Тоже облегчение какое-то. Естественно. Ну, зеркало нахер, потому что облегчение. Слушай, полторы тысячи сил, такую пушку покупаем. Заветовским мотором. Да, есть вот зеркало с пассажирской стороны, но надо, чтобы с девочкой ехать, чтобы она там красилась. А нахрена она с пассажирской стороны, если она нужна здесь? Не надо. Замечательный салон. Слушай, а он настолько охеренный, насколько я понял, вот так вот. Я покажу. Я машинку, вот эту вот, на дроме нашел, любопытную. Я вот так вот захожу и обратил внимание сразу. Я пока еще туда не смотрел, но. Значит, вот объявление этого автомобиля. Да? И я обратил внимание, сразу открыл фотографию и одну приблизил. И эта фотография была вот эта. Даже приближать не надо. Вопрос. Вопрос. Ответишь правильно, дам тысячу рублей. Понял. Значит, Марат, считаем. Видно? Да. Сколько кентов сидело с тобой в машине, когда ты ехал боком в столб? Четверо. Правильный ответ. Тысячу рублей зарабатываешь. Потому что тут реально четыре горящих пукана было вот на заднее сиденье. Видно, да? Раз, два, три, четыре. Тысячу рублей у тебя уже не сгораемая сумма. Я тебя поздравляю. Просто ради прикола. Можно свет положить под машину? Видишь, Марат, просвет. На просвет дно берем. А. Не, ну чуть-чуть. Вон туда видно тоже, да? Ну, видно, что порог. Порог? Вентилируемый. А, в натуре. Да, да, да. Для аэродинамики. А, все, я понял. Я себе просто так не делаю. Видно, да? Да. Передаем приветы. Номер два. Я знал, вы скучали по этому. Может, заведем? А выхлоп что? Выхлоп-стингер. Гонка. Ну, в принципе, стандартный, как у всех Жигулей на Крокусе. Кстати, куда мы сейчас, видимо, и отправимся, да? Ладно. Она вроде бы работает, она, конечно, пытается сдохнуть, я это слышу. А ручник что, не гидро, что ли? А ручник... Это же гоночная машина. Это плавающая технология ручника. То есть, как бы он есть, но... Но не всегда. Ну, да. Тогда, когда нужно, короче. Конечно. Понял. Спасибо. Давай честно, что ты ее продаешь? Скажи, говно полное, купил бы лучше. Нет, машина не говно. Машина душа. Понимаете, здесь лежит. Так, пацаны. Я могу сказать реально. Давай. Сказать? Говори, говори. Прав, нет. Прав, нету. А, водительское удостоверение отсутствует? Да. Как бы оно... Нет, оно присутствует, но... Не, ну ты же не ездил на этой машине, правильно? Конечно, не ездил. Не, ну у тебя прав нет, ты не ездил, правильно? Да, да, да. Все, тогда вопрос исчезнет. Допустим, да? Возьмем тему отношений. Так. Вот она целовалась со многими. Ну да. Можно сказать, что... Она давала многим надежду, но душу открыла только мне. Безумно можно быть первым... Ну и показываю документы, это да. Давай, снеси. Так, документы. Чего? Так, у меня есть большой вопрос. Опа. Опа. Червончик. Я что, слух сказал. Машину-то 10 тысяч стоило. А, дадут. Смотрите, времена идут. Так. Цены поднимаются. Ринги обстрениваются. Закон спрос и предложение. Ладно, цена вопросов по автомобилю. Ну, учитывая все ее качества, все ее достоинства. Ага. 50. Пацаны, кто считает, что справедливая цена? Саня, поднимите руку. А? Праведливая. Праведливая? Бюджетная. Все согласны. Ты что скажешь? 3000. Доллар. Чего? Та рублей. Мы же в России. Ну ладно. Честно, беру эту машину только потому, что у нас бюджет такой как раз. Бюджет у нас 50 тысяч рублей. Бог наказал за то, что я машину это покупать собираюсь. Мужики, это был знак, я не хочу. Все, все. Ну ладно, хорошо. Что, полтинник? Полтинник. Да ладно, первая серия полтос давай по рукам. Как хотел, так и будет. 50 тысяч рублей тебе перевезти. Можно куда-то? Можно. Все, отлично. Марат, туши камеру, мы сейчас машину купим и поедем. Попушка гоника. Причем, дорогие друзья, обратите внимание, то, что эту жигу мы нашли на Дроме. Поверьте мне, я огромное количество вариантов перепробовал для того, чтобы купить машину под наш проект ведра, чтобы машина была максимально дешевая. И только на Дроме мы смогли найти. Больше нигде. Ох, это классик. На Дроме есть очень удобные фичи, которые помогают вам покупать автомобили. Такие, как плашки, отличная цена, ты точно поймешь, что ты выгодно покупаешь автомобиль, когда видишь эту плашку. Плашка от собственника, поверьте моему опыту, всегда лучше машину покупать у собственников. И Дром вам в этом помогает. В общем, ребят, ссылка на Дром в закрепленном комментарии. Вот реально, только на Дроме я смог купить дешевую машину. Какой размерчик? Я нашел себе лопату. Какую? Электролопату? Прикольно. А зачем? Она дорогая, вы что, блин? Это как жигули стоит. Чуть дорогая, 38500. Что она мешает, эту машину? Да нет, она не закапывает, она снег убирает. Дарим, две, короче. Смотри, это подешевле. Гриш, экспертный ответ. Есть нюансы. Блин, слушай, меня не отпускают эта идея. Пацаны меня всячески отговаривают ее покупать, хотя я считаю, это классная штука. Если что, если что, можно батя подобрать? Далеко поехали. А вон, смотри, что какие-то стоят ласточки. Они дорогие. Нет. А что это не нормальная цена? Это нормальная. Что это тебе не устраивает? А что ты думаешь, там что? 20 кусков. Вон, купи еще генератор к себе и будет от розетки работать. Слышите, работает трактор сейчас слева от нас, короче. Та-дам. Я намутил трактор, я подумал, что эту машину нужно кому-нибудь отдать каким-нибудь интересным способом. И что я придумал? Это первая твоя машина. Ее не жалко. Чем больше лайков поставите, тем дороже будет следующая машина. Мы сейчас находимся в месте, где постоянно дрифтят жигулисты. Я сейчас поставлю жигу поближе к сугробу. Этот трактор ее закопает. Таким образом мы ее спрячем и выиграет тот, кто ее найдет. И напомню, чем больше лайков, тем больше комментариев, тем больше подписчиков, тем дороже будет следующая машина, которую будем разыгрывать. Ну нормально, я думаю можно. Открываем. Короче, а все это приурочено тому, дорогие друзья, что в Москве выпало аномальное количество снега. Его настолько много, что контента с ним, ну, не придумать это грех какой-то. То есть, типа, вот снег, машина уже практически не видна. Я думаю, что никто никогда в жизни не догадается, что она здесь, хотя мы находимся в очень популярном месте. Сейчас как только, о, все, отсюда ее вообще больше не видно. Тракторист еще такой добрый попался. Он сказал, вообще без проблем, то есть он на приколе говорит, что это будет интересно. Когда у людей есть чувство юмора, это всегда прикольно. Ребят, ну вот сколько вас просить можно было? Нужно подписываться на наши соцсети, телеграммы, инстаграммы. И может быть, следующая машина будет твоей. И причем стоимость решаешь тоже ты, своей активностью. Поэтому прямо сейчас я записываю в телеграм-кружочек, в инстаграм я записываю сториз о том, что сейчас в радиус видимости есть машина, которая, если ты найдешь, она будет твоей. И все. Вот. Но никто даже подразумевать не будет, что она находится прямо рядом с нами, вот здесь. Дорогие друзья, всем привет. Мы тут кое-что интересное снимаем. Прямо сейчас я нахожусь на крокусе, возле вот этой вывески. Вот мы припаркованные стоим. И внимание, в радиусе видимости где-то спрятан автомобиль, который я сегодня купил специально для вас. Если вы его найдете, тачка будет твоя. Начинаем прямо сейчас. Счастливых вам голодных игр. А ты сториз увидела или телеграм? Телеграм. Телеграм. Ну, хорошо. Но правила максимально простые. Где-то в радиусе видимости есть машина. Если найдешь, она твоя. Ты узнаешь ее из тысячи, если что? Да, узнаю. Узнаешь из тысячи. Ну, если найдешь, конечно. Ну, вот. Поэтому это хороших поисков. А тебя как зовут? Маша. Маша, удачи тебе, Маша. Короче, первый участник, участница подъехала. Вот. В телеграме увидела кружочек. Вот так вот. То, что нужно быть подписанным. Вот. Увидела кружочек. И вот первая участница сейчас начнет искать автомобиль. Она закопана или какой формат-то? Или она просто стоит? Я не знаю. Я не знаю. Просто вот здесь в радиусе видимости есть автомобиль. Это так странно вообще. Просто время час ночи. И люди такие приезжают машину искать. Человек только-только приехал. Он приехал и говорит, что где искать? Опа, 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 опачки. Ну да, я ничего не знаю. Чего? Она что-то сказала. Что? Я ее начинаю. А? Я ее начинаю. А где она? Да. Где там? В Сыгробе. Самая быстрая рука на Диком Западе. Той видос смотрел, который последний вышел. Так. Ты там говоришь о серии, там, подпишитесь на канал или у тебя там выписано. Да. Я захожу в канал. Я захожу в канал и ровно через минуту выходит. Да, да, да. Ровно через минуту появляется как бы вот этот вот кружочек сознания сел. А мне ехать не хотят. А, фига, прикинь, просто судьба. Судьба ей сказала, эта машина будет твоей. Ну, сейчас как ты ее нашла? Я просто ходила по сугробам. Так. Мне очень стало подозрительным то, что у этого сугроба много следов от трактора. Просто фейл. Ну, то есть, как бы, я увидела, я когда пошла обходить, я думала, что может быть либо за тем, как бы, сугробом, либо за тем большим, потому что когда я заезжала, моя цель была просто найти вас сначала. Ну, вот. Я пошла вот так обойти территорию вокруг. А потом я увидела трактор. Потом потом, что, ну, как бы, вероятнее всего, она не просто так стоит, а она закопана. И вот, как бы, я думала, сейчас я посмотрю, как бы, этот сугроб и дальше пойду, типа, туда, к жиге. Нет, ты сейчас... Там торчит фуру. Ну, я же кусочек оставил, типа, как раз. Ну, просто я не думал, что это будет настолько быстро и легко. Короче, следующие челленджи будут сложнее. Опа! Просто, видишь? На самом деле, если бы этот кусок не торчал, я бы так же обошла, так я еще подумала, ну, наверное, здесь сейчас почистили просто. Ну, вот. Ну, ты сегодня самая настоящая звездочка. Потому что я не ожидал, что, ну, ты приехала, типа, я такой, ну, типа, что, это КС-машина? Я такой, вау, ну, ладно, давай искать. Короче, Маш, это твоя машина, это твои документы, ПТС-договор купли-продажи. А, документы у тебя, машина, находится под тобой в данный момент. Вот, смотри, это тоже тебе, это твоя лопата. И вот, если хочешь, можешь кому-то привет передать. Всем привет! Крыша-сказка! Ну что, Жигу мы разыграли, но мы, короче, посидели, подумали, что, ну, это настолько круто и интересно получилось, что мы сразу же собрались. Если это пилотный выпуск, то пусть будет две машины, подумали мы. Ну, блин, ну, реально, у меня просто эмоции зашкаливают от того, как мы это сделали. Просто закопали. Поэтому, ребята, с ходу, с лету залетаем на дромчик. 60 тысяч рублей. И точно так же берем машину за полтинник. Бюджет тот же, но я напоминаю, активничайте, и все в вашей жизни будет хорошо. Короче, вот есть гольфец какой-то. Давай позвоним. 500 тысяч пробег, прикинь. Откатку прошел. Да, здравствуйте. А гольф продаете? Да, продаю. Машина на ходу? Да. Вроде как написано, да? И она на учете? Да. Какой вопрос последний? Смотрите, машина стоит 60 тысяч рублей, но бюджет ограничен у нас 50 тысяч рублей. Мы сможем с вами договориться как-то об этой сумме? Да, в принципе. Хорошо, тогда скидывайте адрес, я думаю, мы выезжаем. Ну, если вот эта машина будет, вот, типа, знаете, жига, это жига, на ней можно, конечно, боком подолбить, а это иномарочка. Посмотрим. Да, все, стартуем. Что делаем? Стартуем. На заре голоса забуду меня. Он в гараже, что ли? Фига, ты его даже любил, походу? Понял. Зато честно. Так, тебя как зовут? Тимофей. Тимофей, очень приятно. Гриша, это, гаражик под номером 152, и там сейчас стоит такая лялечка, ребята. Ты хоть и говоришь, что машину не любил, но тем не менее, она прямо сейчас находится в гараже. Это уже большой плюс, поэтому. Маратик, оборачивайся, не обращай внимания, что у него открыт капот, наверное, так надо. Встречайте. Гольф. Что это за гольф? Гольф второй, мотор 1.3, 55 лошадей, если по-моему. Нифига себе, ракета, 55 лошадок в тачке. Он хоть не дизельный, надеюсь? Нет. Это хорошо. Что, где взял? Украл, угнал? Нет, купил. Перекупов, думал, что для себя возьму, но получилось так, что... Ядро купил? Да. Не понравилось? Да. Хотел поэкспериментировать на иномарку, пересесть, но понял, что еще не тот бюджет. А, то есть, ажика была сначала? Да, шестерка. Понял. А, не голубая, случайно? Первое, что меня встречает, и что мне радует, это охренительный телевизор, который, я не знаю, что с ним произошло, но он, помимо того, что он весь кривой какой-то волной, обрати внимание, Марат, он настолько так покрашен, как будто он зашпаклеван вообще. Ты видишь вот это вот, как лежит вот эта краска? Ну, забор какой-то. Второе, Марат, ты, наверное, просмотрел, как тебе вот это решение, видишь? Видишь саморез? А, это не точечная сварка? Нет, нет, это саморез, точечный саморез. Вот точечный саморез еще есть вот тут, еще есть вон там, по-бандитски. У нас есть изолента вот здесь вот, они хоть горят? Эти нет, вот эти горят. Эти, да. У нас точечная сварка еще здесь есть на пластике, Маратик, еще точечная сварка там есть на пластике. Я, кстати, тоже не заметил. Точечный саморез, раз, два, три, четыре, пять. Подожди. Подожди, ты кто-то с саморезами и изолентой сделал баньку? Мне кажется, если она заводится и едет, то к ней претензий уже не может быть Не, ну, могут быть, Марат, могут быть Я думаю, до самого интересного мы не дошли еще Так, это у нас что, коробки, что ли? Мотора? Да, мотора Она там есть? Да, по уровню, кстати, масло не есть Ну, это уже уровень получается Не, ну так, что, гольф, как гольф, задняя сидуха вроде присутствует Ой, она и тут еще, ой-ой-ой А тут какие-то церетели постарались, я смотрю Смотри Тихо-тихо-тихо Слышишь, кора трещит на дереве Ты вот так стоял, элементарно Раз А печка работает? Печка, вентилятор дует, но я на ней долго не ездил, поэтому не знаю, насколько сильно она греет Ага Что-то хитрит, походу, да? Давайте приветосов передадим, что ли, каких-нибудь привет Ну, как-то вот такой у нас фистинг сегодня Да? Привет Ой, что с ним? Провиши Кто? Провиши Это не Провиши Какой-то А почему тут шпаклевка лежит, сука? Или это не шпаклевка? Подожди, она бежевая, что ли, была? А вот, смотри, тут тоже Да, 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 это цвет не шпаклевки, шпаклевка чуть выше, чем Это бежевая дверь, это вообще не от этой машины Эта дверь точно не угнана? Нет, знаешь, что интересно, а что это за тумблер такой? Ты не знаешь, что это за тумблер? Это принудительное включение вентилятора Что у нас? Короче, электрорегулировка руля Вот так вот он делает А у тебя было написано, что тут музыка есть в машине Или это не про эту машину? Про эту машину магнитола в бардачке А блютуз есть? Нет А это что я разобрал такое? Я уже кнопку какую-то сломал Какую? Вот это что такое? А, это печка Печку включать, понял? С собой домой забрал И больше никто твою плечку не угонит А что без печки зимой ездить холодно Холодно Чувствую, это будет весело Работало! Передачу перепутал Видел, назад поехал Ну, хоть так Давай Машину покупать мы тебя будем Перевести можно? В нюансе торговаться будешь? Конечно нет Потому что машина висела на 10 тысяч дорожек Все Ух Улетели Я тебя поздравляю с продажей этого автомобиля Спасибо Береги себя Больше не покупай такие Хорошо? Хорошо Все Все, Марат Стартуем? Будем делать тест-драйв Поехали Так Нам ехать 50 минут Здесь направо Здесь направо И на МКАД Главное на какую-нибудь трассу знакомого ехать Там уже полегче ехать будет А почему печка может не работать? Может быть у нас недостаточно антифреза Если мы сейчас закипим Я, конечно, сильно расстроюсь Ну, что, Маратик? Приключения наши Только Только начисают Мне кажется, что мы горим Это не из моего рта Дым Что это? Пар? А может, это Теплый воздух из этого идет? Какое? Из двигателя? Теплый воздух ты гонишь? А что пахнет? Это фриз Патрубок пробило какой-то с фризом Как думаешь, доедем или не доедем? Нет Мы что, экспериментируем или нет? Давай Едем? Да А мне нравится твой подход Короче, сколько проедем, столько проедем Паргуемся тут или нет? Или газуем? Не-не-не-не Смотри, Марат, Марат Это что за... Я стою Я на ветрах много ездил Но такого не видел Не обращайте внимания, что машина в снегу Она не неделю тут стояла Она тут полчаса стояла Потому что к нам приехал наш дорогой друг На эвакуаторе Ну вот Все дело в чем Мы придумали конкурс И придумали его, кстати, раньше, чем в гольф не доехал У нас есть эвакуатор Есть гольф И, собственно говоря, что мы будем делать? Номера этого автомобиля нам сами подсказывают, что мы будем делать, да? Смотри Московский уголовный розыск Все правильно Эту машину будут разыскивать Что мы делаем? Мы сейчас грузим эту машину на эвакуатор И начинаем курсировать по МКАДу У людей будет всего одна задача Одна задача Найти этот эвакуатор Прыгнуть ему на хвост И три раза долго посигналить Тогда считается, что человек забирает эту машину Но Я делаю ограниченное время Полтора часа даем времени Если за полтора часа машину находит То человек, который ее находит, забирает Если нет То эту машину вы заберете у нас в телеграм-канале Поэтому прямо сейчас нужно подписаться Это вообще обязательное условие Потому что мы там тоже будем разыгрывать машину рандомным образом Поэтому как только эвакуатор отсюда стартует Полтора часа засекаем Что, пробуем? Я на самом деле больше болею за вас, зрителя Если кто-то из вас выиграет эту тачку Я буду больше, наверное, рад Если кто-то ее найдет на дороге Марат наоборот Марат говорит Да давай сейчас ее заберет кто-нибудь Вот, и все уже Ну, не знаю Ребят, я болею за вас Так что смотрите этот ролик внимательно Еще что хочу сказать Мне кажется, что гольфец выглядит намного лучше, чем жига Не, внешне, да Внешне это прям, ну Нормальная машина, на которой можно ездить Да, есть вопросы по технике Но если человек, который выиграет эту машину Подшаманит чуть-чуть технику То, в принципе, на нем даже можно ездить Ну что, может о делах поговорим? Сейчас прячем еще одну машину Собственно говоря, сейчас в Анкаду В течение полутора часов курсирует эвакуатор Вот с этим госномером Ваша задача прыгнуть на хвост эвакуатору Дать три долгих гудка Прямо так Бип, бип, бип Еще раз, полтора часа На МКАДе Отчет пошел Начинает гнаться тихий огонек моей души Мы в Газеле, в кабине, втроем Как тебе прикол? Как, пока интересно Ты уже кентам написал, чтобы они выезжали? Были мысли, были Жук, да? Но надо же все по-честному Ладно, согласен Короче, стал человек еще Гриша, почему такая акция только для тех, кто в Москве Может просто как-нибудь сделать розыгрыш для всех? Кроме москвичей, вот так вот Я скажу, что, ну, да Ну, если эту машину сейчас никто в течение полутора часов не забирает То эта машина будет доступна всем Мы ее разыграем среди всех Мужик, тебе донор не нужен? Донор не нужен тебе? Точно такой же гольф Ему нужно было всего лишь прыгнуть на хвост и по сигнале На меня уже пастут Мимо меня пролетел чувак на Opel 53-й регион Так Вот, я не нажираю полностью, не знаю Но он конкретно посмотрел на меня И пытается тут попробовать его отдогнать, походу Прошло полчаса Вот Значит Прямо сейчас самое время записать подсказку Первая подсказка Сейчас мы проезжаем место Где был разыгран предыдущий автомобиль Короче, самое интересное, что Вот здесь мы разыгрывали Жигу справа от Маратика И она до сих пор там стоит Я позавчера проезжал Видел, что она стоит Но Она стоит не так, как мы ее припарковали Поэтому на ней, скорее всего, едь ногу Ездили, может, боком долбили Поэтому, Маш, тебе передаем привет Твоя машина тоже здесь стоит Тут пока ничего нет Я никому не нужен Вот человек пишет По моим расчетам он как раз сейчас съезд на Можайку проезжает А я сейчас на внешку выезжать буду 21.17 Две минуты назад Две минуты назад человек написал, что мы сейчас съездим на Можайку Расскажите прикол, Маратик Читай знак Человек с точностью до 100 метров знает, где мы находимся И этот же человек написал Ради тебя оставил сериал женщину И вышел искать тебя по внешней стороне МКАД Начинаю от Можейки Гриша, только дай знать, где ты Человек это пишет Только дай знать, где ты находишься Дай знать, и все Что, запишем, круче? Какое-то крутое тюнинг-ателье Я все понял, я понял Все я понял Он поехал, он поехал Он поехал И второй поехал Они не вместе Они не вместе, боже Давай, Максим Давай Давай Они прессуют друг друга Они прессуют друг друга Офигеть, они просто Я смотрю, стоят Думаю, что они стоят А что они там высматривают? Видите тебя, чуйка Так, время, время 21.30 Бля, мы даже зеркалами Снули, чтоб ты понял, Тём Я видел, бля Я нифига не понял Кто первый, короче Сейчас будем спрашивать Ребят Гриш, решать тебе Ну, я еду И смотрю, вы вдвоем Навари, как стоите Я такой Это по-любому за нами По-любому И когда Ты на черный Когда ты тормоз отпустил Я такой Все, все, потрачено А вы сами как скажете Есть ли какие-то ощущения? Кто первый был? Мы реально четко вместе шли Мы даже зеркалами Все прекрасно Вы что, врезали, что ли? Ну, чуть-чуть Хорошо, поехали сейчас Любую заправку, парковку Сейчас, которую будет Найдем И там сейчас решим Окей? Да Ну, мы за вами И что делать будем? Подожди, тебя как зовут? Ваня Ваня, тебя как зовут? Максим Максим Ваня или Максим? Вот, Максим Если есть что-то сказать Вот ты говоришь, что Ты засуефал Да Вань Не знаю Видео смотрел На видео непонятно Хорошо, давайте договоримся так Поскольку Мы тоже не видели кто Давайте посмотрим так Чтоб не было проигравшего Чтоб не было проигравшего Чисто символически Тот, кто проигрывает сейчас Суефа Пятерик Просто за эмоциями За то, что так произошло Пойдет? Так лучше? Ты так просто не веришь Свою победу на суефа? Ты постоянно проигрываешь? Или что? Я тоже постоянно проигрываю Так что не прощися Хорошо, ну давай так Справедливо Пятерик Ты выехал из дома Получил клевые эмоции И вот как бы пятерик Покавать заправился Типа, да? Правил никаких нет До трех побед Окей? Ваня Максим Я тебе желаю удачи Тебе желаю удачи Давайте пацаны На суефа Камень, ножницы, бумага Раз, два, три 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 Боже, что вы делаете? Одно очко за Ваню у нас остается Камень, ножницы, бумага Раз, два, три Раз, два, три опа а тут у нас а стоп 20 до 3 до 3 победа 20 камень ножницы бумага 1 2 3 1 2 3 0 я тебя поздравляю я тебя поздравляю я можно еще раз эту историю ждал этих обнимашек не расстраивайся не расстраивайся давай я парни все чтобы чтобы прямо сейчас все было зафиксировано 5000 рублей как утешительный приз прямо сейчас уходит максимум к сожалению увы но я надеюсь это было весело и и девушка поужинать хорошо спасибо большое дорогой вот теперь вот у нас два ключа от твоего прекрасного автомобиля я тебе вручаю на документ прямо сейчас находятся в бардачке автомобиля по тесту с договор купли-продажи слушайте кентом голосовой записал когда мы крючих сделали понучил сказал точно идея на крокус потому что предыдущий раз на крокусе вся движуха была мы собрались я просто пришла с работы мы собрались за секунду он еще такой думать поехать нет игру какого фига ты сидишь вставая быстро отделся пошел мы очень быстро приехали хотят весь поток ехал просто да как унылые просто быстрее быстрее и когда мы уже поняли там где да где то что ты ешь из митин и вряд ли ты едешь по внутренней стране то что все стоит на да да мы такие так ладно давай здесь станем просто мы стали и когда увидели вот этот да да поняли что это за дитейлинг быстро в картах посмотреть что ехать 8 минут и вот так сидели ждали 8 минут да да вот так быстрее быстрее но просто это вообще то есть вам понравилось это прикольно да это очень к сожалению максим пока только утешительно призы брал я надеюсь я надеюсь у вас сегодня будет я тебя поздравляю я тебя поздравляю видишь не зря и видимо вселенная могла почувствовать что ты был ближе реально чем максим поэтому сухую 3-0 твоя победа ребят вы сами знаете что делать чтобы машине бы машины были круче быстрее выше сильнее нужно активничать под этим роликом участвуют все и подписывайтесь обязательно телеграм-канал потому что вы бы могли не дать вот этим ребятам подсказку если вы 500 лайков прожали бы они бы не забрали машину машину бы забрал кто-то из вас ну что я надеюсь рубрика вам понравилась и всем пока пока